дорогие друзья трудовые будни уже начались большинство россиян находится на своих рабочих местах а мы с вами решили отметить такой необычный праздник день поэзии на рабочем месте вообще день поэзии отмечается 21 марта а 12 января вот такой необычный праздник придуман и мы хотим отметить его чтением стихов на своих рабочих местах люди разных профессий прочитают сегодня строки любимых поэтов но самое главное что нас всех объединяет это любовь к своей профессии над москвой великой златоглавы над стеной кремлевской белокаменной из-за дальних лесов из-за синих гор потесовым кровельком играючи тучки серые разгоняючи заря алая подымается разметала кудри золотистые умывается снегами рассыпчатыми как красавица глядя в зеркальце в небо чистое смотрит улыбается в ясный полдень на исходе лета шел старик дорогой полевой вырыл вишню молодой где-то и довольный нес ее домой он глядел веселыми глазами на поля на дальнюю межу и подумал дай-ка я на память у дороги вишню посажу пусть растет большая при большая пусть идет и вширь и высоту и дорогу нашу украшая каждый день купается в цвету путники в тени и и прилягут отдохнут прохладе в тишине и отведав сочных спелых ягод может старца вспомнят обо мне они вспомнят экая досада я об этом даже не сержусь не хотят не вспоминай не надо все равно я вишню посажу до свидания друг мой до свидания милый мой ты у меня в груди предназначенное расставание обещают встречу впереди до свидания друг мой без руки без слова не грусти и не печаль бровей в этой жизни умирать не ново ну и жить конечно не новей владей собой среди толпы смятенной тебя клянущий за смятенье всех верь сам в себя наперекор вселенной а маловерным отпусти их грех пусть час не пробил жди не уставая пусть лгут лжецы не снисходи до них умей прощать и не кажись прощая великодушней или мудрей других умей мечтать не став рабом мечтания и мыслить мысли не обожествив равно сносить хвалу и поругание не забывая что их голос лжив наполни смыслом каждое мгновение часов и дней неумолимый бег тогда весь мир ты примешь во владение тогда мой сын ты будешь человек я научилась просто мудро жить смотреть на небо и молиться богу и долго перед вечером бродить чтоб утомить ненужную тревогу когда шуршат во враге лопухи и никнет грусть рябиной желтой-красной слагаю я веселые стихи о жизни тленной тленной и прекрасной дети это взгляды глазок боязливых ножек шаловливых по паркету стук дети это солнце в пасмурных мотивах целый мир гипотез радостных наук вечный беспорядок золоте колечек ласковых словечек шепот в полусне мирные картинки птичек и овечек что в уютной детской дремлют на стене дети это вечер вечер на диване сквозь окно в тумане блески фонарей мирный голос сказки о царе салтане о русалках сестрах сказочных морей дети это отдых миг покоя краткий богу кроватки трепетный обед дети это мира нежные загадки и в самих загадках кроется ответ бурцев ера забияка собутыльник дорогой ради бога и арака посети домишко мой в нем нет нищих у порогу но нет зеркал вас картин и хозяин слава богу невеликий господин он гусар и не пускает мишурой пыль в глаза у него брат заменяет все диваны куля вса нет курильниц может статься зато тропка с табаком нет картин да заменяться ташкой с царским дзелем вместо зеркала сияет ясной сабле полоса он по ней лишь поправляет два любезные уса а на место вас прекрасных беломраморных больших на столе стоят ужасных пять стаканов коншевых они полны уверяю них сокрыт небесный жар приезжай я ожидаю докажи что ты гусар есть игра осторожно войти чтоб внимание людей усыпить и глазами добычу найти и за ней незаметно следить как бы не был ничуток и груб человек за которым следят он почувствует пристальный взгляд хоть в углах еле дрогнувших губ а другой точно сразу поймет вздрогнут плечи рука у него обернется и нет ничего между тем беспокойство растет тем и страшен невидимый взгляд что его невозможно поймать чуешь ты но не можешь понять чьи глаза за тобою следят не корысть не влюбленность не месть так игра как игра у детей и в собрании каждом людей эти тайные сыщики есть ты сам иногда не поймешь отчего так бывает порой что собою ты к людям придешь а уйдешь от людей не собой есть дурной и хороший есть глаз только лучше б ничей не следил слишком много есть в каждом из нас неизвестных играющих сил о тоска через тысячу лет мы не сможем измерить души мы услышим полет всех планет громовые раскаты в тиши а пока в неизвестном живем и не ведаем сил мы своих и как дети играя с огнем обжигаем себя и других все начинается с любви твердят в начале было слово а я провозглашаю снова все начинается с любви все начинается с любви и озарение и работа глаза цветов глаза ребёнка все начинается с любви все начинается с любви с любви я это точно знаю все даже ненависть родная и вечная сестра любви. Все начинается с любви. Мечта и страх, вино и порох, трагедия, тоска и подвиг. Все начинается с любви. Весна шепнет тебе, живи. И ты от шепота качнешься и выпрямишься, и начнешься. Все начинается с любви. Это наша зима. Современный фонарь смотрит мертвенным оком. Предо мною горят ослепительно тысячи окон. Возвышаю свой крик, чтоб с домами ему не столкнуться. Это наша зима. Все не может обратно вернуться. Не до смерти или нет. Мы ее не найдем, не находим. От рождения на свет ежедневно куда-то уходим. Словно кто-то вдали в новостройках прекрасно играет. Разбегаемся все. Только смерть нас одна собирает. Значит нету разлук. Существует громадная встреча. Значит кто-то нас вдруг в темноте обнимает за плечи. И полны темноты, и полны темноты и покоя. Мы все вместе стоим над холодной блестящей рекою. Как легко нам дышать. От того, что подобно растению, в чей-то жизни чужой, мы становимся светом и тенью. Или больше того. От того, что мы все потеряем, набегая вовек, мы становимся смертью и раем. Неужели не я, освещенный тремя фонарями, столько лет в темноте по осколкам бежал пустырями. И сияние небес у подъемного крана глупилась. Неужели не я? Что-то здесь навсегда изменилось. Кто-то новый царит, безымянный, прекрасный, всесильный. Над отчизной горит, разливается свет темно-синий. И в глазах у борзых шелестят фонари по цветочку. Кто-то вечно идет возле новых домов в одиночку. Значит нету разлуки. Значит зря мы просили прощения у своих мертвецов. Значит нет для зимы возвращения. Остается одно по земле проходить. Бестревожно. Невозможно отнять. Обгонять только это возможно. То куда мы спешим, это ад или райское место. Или попросту мрак, темнота. Это все неизвестно. Дорогая страна, постоянный предмет воспевания. Не любовь ли она? Нет, она не имеет названия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова